В среду в Мурманске президент Медведев продолжил инспектировать случайно выбранные продуктовые магазины в российских регионах, где он пытается узнать правду о ценах, тщательно скрываемую чиновниками. Засуха действительно погубила значительную часть урожая. Ожидалось, что зерна соберут больше 90 миллионов тонн, но в августе этот прогноз был понижен до 65 миллионов. И начался хорошо знакомый советским людям ажиотаж. После мониторинга цен, проведенного Минэкономразвития, обнаружилось, что цены на социально значимые продукты выросли больше чем на треть. В 42 регионах на гречку, в 5 регионах на муку, в 2 областях на соль. В Алтайском крае главным производителем гречки торговые наценки на нее сейчас доходят до 190%, а на овощи до 300%. Рассказывает Сергей Куропов. Как минимум последние 10 лет для российского сельского хозяйства складывались относительно благоприятные условия. Не было ни засух, ни серьезных наводнений. В этом году не повезло. В зоне жесточайшей засухи оказались сразу 38 регионов. Около трети посевных площадей остались без урожая. На сегодняшний день, по сообщению Минсельхоза, собрано чуть более 50 миллионов тонн зерна. Стране, чтобы прокормить собственное население, нужно еще 25 миллионов тонн. Многие уже говорят о надвигающемся голоде. Однако эксперты по сельскому хозяйству уверены, поводов для паники нет. Впереди еще жатва в Сибири, где предположительно удастся собрать около 10 миллионов тонн твердых сортов пшеницы. Да и стратегические запасы пока имеются. Прогноз, который Министерство сельского хозяйства в последние дни объявило, он где-то, я думаю, что вот так и будет у нас на уровне 60-63 миллионов тонн. Плюс остатки, переходящие от прошлого года, баланс в 77 миллионов тонн, который традиционно нужен нам для потребления продовольствия и животноводствия, он сходится. Поэтому причин кричать «караул» сегодня нет. Правительство ввело запрет на экспорт зерна. Это уже отразилось на мировых рынках. Эксперты отмечают рост цен на хлеб в странах третьего мира. Разговоры о мировом продовольственном кризисе звучат все громче. Всемирная продовольственная организация в сентябре проведет специальное заседание, посвященное продуктовому балансу. Российский рынок тоже лихорадит. Те продукты, которые должны дешеветь, вопреки сезону, не дешевеют, а наоборот дорожают. Так, например, цены подскочили не только на гречку, зерно и куриные яйца, но и на картофель, и на яблоки. Росстат зафиксировал рост цен на картошку почти на полпроцента. Хотя обычно в августе-сентябре она должна дешеветь почти вдвое. За последний месяц-два не отмечается рост цен? Ну, естественно, отмечается. А какие именно продукции? Ну и молочные, и крупы, а вообще там половина нет, пустые полки. То есть не только рост цен, а еще и дефицит? Дефицит, точно. Во-первых, по солнечным масло, яйца повысились цены. Вот если бы покупала даже за 20 чем-то, да, рублей, сейчас по 39-42 яички. Я внимательно отслеживаю ситуацию по регионам России. И, допустим, замечается такая ситуация. Там, где есть засилие, близкое к монополию крупных торговых сетей, там цены скачут. И это является все-таки субъективным фактором. И здесь должен сработать закон о регулировании торговой деятельности, который мы недавно приняли. Новый закон о торговле дает властям право бороться со спекуляцией и регулировать цены, если в течение месяца социально значимый товар дорожает на треть. Однако применять власть правительство пока не спешит. Есть у них механизм. Пока не хотят. Видимо, торговая мафия настолько сильна, что пока цены ползут вверх, но правительство не принимает мер. Антимонопольная служба, ФАС. Федеральная темнота. Ну, что они ничего не делают? Сейчас пока еще идет увещевание определенных недобросовестных, скажем так, людей, бизнесменов, которые пытаются нажиться на проблеме. Продуктовый коллапс в России начался с гречки. По всей стране она подорожала вдвое, а то и втрое. Местами крупа вообще исчезла с прилавков. В Москве специально для диабетиков, которым гречка жизненно необходима, ее начали продавать по рецептам в поликлиниках. Между тем гречневый ажиотаж подогревается искусственно, ведь засуха и неурожай были нынешним летом, а рекордно подорожавшая гречка – это урожай прошлого года. То есть повышение спекулятивное. Поставщики, имевшие определенный запас прошлогодней гречки, не выкидывали ее на рынок, а ждали удачного момента, когда население, напуганное слухами о предстоящем голоде, бросится за гречкой. У нас, по данным Росстата, потребление гречки в месяц одним человеком в стране было 300 грамм. Люди побежали покупать десятками килограмм. Понятное дело, что никакая логистика в мире не справится с ситуацией, когда спрос вырастает более чем в 100 раз. Люди у себя на балконах сделали гречкохранилище, и теперь могут спать спокойно. Хотела купить гречки, но ее нет у нас в магазине, там вообще гречка исчезла. Вообще просто нет? Гречки, да. А рис у нас-то очень много риса лежит, манка лежит. Такие вот продукты лежат. То есть запасаетесь? Потихонечку, да. Недавно в некоторых московских магазинах неожиданно выросли цены на хлеб. Власти обвинили в сговоре хлебокомбинаты, и сейчас повышение цен расследует Федеральная антимонопольная служба. Между тем ритейлеры утверждают, что продуктовая инфляция в этом году будет не выше, чем в прошлом. Нас ждет, в принципе, нормальная осень, нормальная зима и в целом нормальная весна. Да, будет по определенному количеству товаров небольшие повышения, еще раз говорю, но это речь не идет о 50%, а 20 даже процентов. Речь идет о небольших повышениях. Государство за этим достаточно активно следит, мы как торговля тоже за этим активно следим. Депутаты Госдумы выступили с целым рядом инициатив «Как накормить народ». Сначала единороссы представили программу «Народный контроль», согласно которой эксперты будут мониторить рыночные цены и собирать жалобы. Кроме того, в Думе рассмотрят вопрос о регулировании торговой надбавки, ее хотят ограничить на уровне 25%. И, наконец, депутаты хотят ввести для бедных слоев населения продовольственные талоны. Предполагается, что ими смогут воспользоваться около 5 миллионов россиян. Я хотел бы успокоить тех, кто перепутал эти талоны с талонами, которые существовали в период перестройки или с карточками, которые существовали во время Великой Отечественной войны. Это, разумеется, речь идет совершенно о другом, о продовольственных талонах или о карточках, которые существуют, например, давно и успешно в Соединенных Штатах Америки и ряде европейских стран. Суррогатные деньги, на которые можно купить только продовольственные товары. Нельзя, например, купить алкоголь и табак. В случае введения талонов их получат беднейшие, социально уязвимые слои населения. Одинокие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные многодетные семьи. Планируется давать их тем, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов. Номинал ежемесячно выдаваемого талона предварительно составит от полутора до двух тысяч рублей. Сергей Куропов, Николай Астахов, Владимир Лапешкин. Главная тема.